Хей народ, с вами ваш любимый КПМД и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем разбираться в концовке Мстителей 4, я вам расскажу вообще, что было... Я думаю, вы когда вышли из кинотеатра, вы в основном, наверное, запутались, что с таймлайном. Потому что мы все знаем назад в будущее, где правила есть какие-то естественные. Но в Marvel всё совсем по-другому, и если слушаться слова Халка, которые он там говорил, то всё, в принципе, понятно и ясно. Так что не критикуйте фильм по-плохому. И сразу вам скажу, что на каждый косяк есть своё объяснение. Косяков-то много, но это косяк на масс. Ну, как бы вы это считаете косяком. Я тоже считала косяки, что это косяки, но если ты углубляешься в эту тему, то тогда получается, что это вообще ни в каком случае не косяк. Это уже совсем другая, как бы, история. Так, что бы я бы хотела... С чего бы я бы, наверное, хотела начать? И я этот ролик немножечко запоздала. И также ещё выйдет ролик о новом трене Человека и Пауке. Я бы хотел сказать, что это видео со спойлерами. Так что, кто не смотрел фильм, не заходите сюда. Итак, вообще, повторяю, что у нас... Как у нас закончились мы в Силе 4? Тони Старк пожертвовал с собой. Любим его три тысячи раз. И Атор улетел со Стражами Галактики. Галактики, Стражей Галактики. Короче, улетел с Питером Квиллом, Ракетой и Гаморрой Грутом, короче, Драксом со всеми... С тем составом. Как вот всё закончилось? Вы... У вас, наверное, первый вопрос. Как они могли перемещаться, во-первых, во времени? Видеть своих других... Видеть, как бы, свои... Ну, самого себя просто в прошлом. И видеть, например... Ну, они же, помните, был такой момент, где был такой... Ну, это не момент, а, наверное, это... Вы тоже могли почитать ляпом. Локи скрылся с Тессерактом. И я лично думаю, что это не такой... Это небольшой намёк на сериал Локи. Вообще, это думали, что будет предыстория Локи. Но также может быть и продолжение Локи. Потому что если как раз он ушёл... Я сейчас объясню вообще, почему. Халк говорил, что когда, например, у нас... Кто-то что-то идёт, например, в прошлое. И делает хоть какую-то малейшую ошибку. Хоть что-то сделать сразу. Создаётся альтернативная вселенная. Где уже будет те события, которые произошли. Например, как с Локи, который ушёл с Тессерактом. И он, как бы, создал альтернативную вселенную. Где, например, Локи не собирается захватить Асгард. И не собирается, как бы... И не дружится с Тором. Вот такой вот вариант событий. И также, если не забывать первую часть, вторую часть, когда они перемещались во времени, например, в 1970-й или какой-то там год, к Капитану Америки, где, ну, так сказать, учился Капитан Америка в армию. Тоже это всё, если видел отца, это всё не считается. Это как бы просто остаётся альтернативная вселенная. Так что вот именно с этим нет никаких вот помех. Я очень рада, что, например, у нас появился новый Кэп. И есть маленькая загвоздка, которую я ещё не до конца понял. Хотя, скорее всего, я её и понял. Это был, опять же, момент, где, когда возвращали все Камни Бесконечности, а именно Капитан Америка возвращал все Камни Бесконечности, он вернулся потом, например, в то же время, в то же место, ну, про время мы ничего не говорим, в то же место, но хотя сказано то, что он прожил свою жизнь с Пегги. И вот тут есть, наверное, это, ну, это бы не то, чтобы косяк. И вы подумайте, как бы он вернулся, если бы та же теория с параллельной вселенной, что он переместился в параллельную и вернулся в нашу. Этому есть объяснение, потому что у него был свой костюм, скорее всего, он хранил костюм, как и щит, новый щит, который он взял также. И что бы я бы хотел сказать. Мы помним то, что у Пегги есть свои дети, но он переместился до, вот, будет сейчас такая вот, не знаю, чтобы вас если не путают, схема, где, вот смотрите, вот нынешний Кэп, вот Пегги, а вот, вот именно в это время он завела от Пегги детей. И он, как бы, в это же время, когда вот он ушел, вернулся, объяснил всю ситуацию, и создалась альтернативная вселенная, где он уже пошел, как бы, по своим стопам. Но это основная вселенная. Также дети остались, не живут, Пегги в этой вселенной, состарилась и умерла. И также есть небольшая такая теория, что да, это все верно, это все не догадки, а это именно то, что, смотрите, в третьем, ой, точнее, в противостоянии мы можем вот заметить вот человека, так сказать, который сидит, сидит, да, сидит, и он очень сильно похож на Кэпа, по консистенции, по вот этому вот всему, но это, опять же, опять же, только догадка. Что еще бы я хотел бы рассказать, наверное, чтобы вас не сильно путать? Ну так вот, схема, опять же, объясняю, вот наша вселенная, основная вселенная, саможирная основная вселенная. Переместились, получается, и что-то не малейшее сделали, и тут создается сразу альтернативная вселенная. И почему еще этой вот, этой полной теории есть подтверждение, потому что сегодня вышел трейлер Человека-Бога в Дариотномах, где сказано, что некоторые люди, что появились некоторые бреши, которые, например, через них появлялись злодеи. Это, так сказать, портал между альтернативными вселеннями, между другими землями. Это, в принципе, даже очень круто все показано, рассказано, это даже немножечко похоже на на Флэш, на сериал Флэш, где тоже были альтернативные земли, только не вселенные, в этом случае, наверное, вселенные, а в том случае земли, например, как в сериале. Там реально была Земля-1, Земля-2, Земля-3, и так до бесконечности. В принципе, все то же самое, только все берется из основной вселенной, как бы, наверное. Что-то где-то они делают, что-то какой-то маленький поворот, и сразу что-то меняется. Так что, вот как-то так. Например, когда забирали Камень Бесконечности, например, в одной вселенной, Стражи Галактики не существовало. Когда, например, они вырвали Питера Квилла, он не нашел Камень Бесконечности, они потом не познакомились, и нету вот в этой вселенной Страж Галактики. Например, в первой, в части, когда они за Купом отправлялись, за Камнем Пространства, они, так сказать, наверное, в этой вселенной правят уже Гидра, потому что, наверное... Хотя даже может... Ну да, наверное, скорее всего... Хотя стоп. Может, даже Гидру там и победили, но там другая вселенная. Может, там вообще такая вселенная, где реально правит Гидра. Тоже все это возможно. Также тут та вселенная, где Локи уже переместился с Кубом. Также мы помним тот момент, где Кэп говорит, халь Гидра, как бы якобы, чтобы забрать Скиптер Локи. И это тоже могла создаться вселенная, где тогда бы уже не было бы второй части. Все бы думали, что Кэп тоже в Гидре. Был бы, наверное, какой-то такой тоже косяк и создавалась бы еще одна альтернативная вселенная. Как-то вот так. Сейчас, наверное, я хочу поотвечать на некоторые вопросы косяков. Я думаю, первый вопрос это какой-то был... Вообще... Ну, его многие встречали, как, например, мы все знаем, что можно через вселенную эти перемещаются только по специальному костюму, который создал железный человек с Человеком-муравьем. И тот же вопрос, как корабль Титана, Титана-танца, переместился именно в часть... в другую вселенную. Из той вселенной, в эту вселенную. На этот вопрос есть ответ. Как вы помните, не поймали, не было, не были, были капсулы. Скорее всего, там же есть Эбонимо, который реально умный. И он мог как-то совместить, и они бы так переместились. Это логическое объяснение, так что как-то вот так. Второй косяк, ну это бы не то, что косяк, я малость по ним пройдусь. Это то, что было просто, типа, как железный человек быстро так отнял камни у Тануса. Ну, типа, это же делать невозможно. Но не будем забывать то, что и на нем, и на перчатке, это его технологии, например, это может все спокойно так вот сняться, это может... Это все-таки технологии Тони, и он напросто просто мог отмагнитить эти камни. Это как-то так. Второй... Ой, третий косяк, наверное, состоит в том, что мы помним, если камни, например, брать, ты тогда становишься неуправляемым, и умираешь, и рассыпаешься. Но поправочка. Это только с одним камнем. Это с камнем силы, и другие камни можно спокойно брать в руку. Каждый может человек взять в руку камень бесконечности, но опять же, не всеми не управлять, как и сделал Железный Человек. Что еще? Мне очень сильно понравился момент, в котором я буду уделять ему особое внимание. Это тот момент, где Тонис говорит, что он сама неотвратимость, а Железный Человек... Тони Старк говорит, что он просто Железный Человек. Это один из лучших моментов этого фильма. Также хочу отметить тот момент, то, что была каноничная отсылочка на комикс. Вообще, весь фильм это отсылка на все старые фильмы. Ты смотришь, это реально прикольно увидеть все старых героев, увидеть Халка, который ненавидит лестницы, увидеть это все, и ты вот реально смотришь, и такой, блин, да, это круто. Отсхалки и пасхалки, но самое... Пасхалки, пасхалки. Самое главное отсылка и пасхалка это тот момент, когда Кэпа побил Танос, но тут в то же время появляются уже все герои, и он говорит, Мстители к бою. Это отсылка на комиксы, на мультсериалы, на мультики, на... Ну, к сожалению, в фильмах это нигде не говорили. Не мстители общий сбор, не мстители к бою, а тут мстители к бою, это было прямо... Ты на этом моменте стоишь, и реально, ну, текут четкая эта слеза от того, что реально ты радуешься за хороший конец этой киновселенной. Мне очень понравилось, мне очень... Я благодарю братьев Руссов, что они сделали хорошую концовочку этой... Этой именно... Этой части. Не забываем то, что еще будет следующее. Также, наверное, последний косяк, который именно у меня был, это тот, когда Тор и Танос дрались, и Гром Секиро поднял Танос. Он ее может поднять, по-моему, этот косяк состоит в том, что якобы Гром Секиро может поднять не каждый, но ее может поднять каждый, потому что, если мы вспомним некоторые моменты, первый молот Тора зачаровал Один на то, что только можно взять достойный. С Гром Секиро такого не было, и так же даже Танос ее мог поднять. Вот как-то пока что так. И на это даже, и на все эти ляпы есть официальные такие, это есть специальные ролики, где реально сами братья Русс отвечают на эти вопросы, потому что это вот, это есть такие люди, которые из ничего просто хотят обосракить населенную Марвел и объяснить эти ляпы. И я вам скажу, что все ляпы, которые вы скажете, на них всех есть логичное объяснение. Это пока что как-то так. Также, что я бы еще бы хотел бы сказать, это бы не то, что это пока что не ляп, но я, наверное, еще поговорю в следующем об этом видео. Выходил первый трейлер Человека-паука в Дарья Дома, где показывали одноклассников Питера Паркера. Мы помним то, что распылили только половину, половину всего. Он сделал половину, как бы, одноклассников тоже он распылил, и вторая половина, скорее всего, должна была жить и постареть, и быть в колледже. А в трейлере они все молодые, все живут, все окей. но я лично думаю, это не надо считать за ляп, потому что мы помним, как любят обманывать нас в трейлерах, как было и с Войной Бесконечности и с Халком, как было с Человеком-пауком и Железным Человеком в Соленке Человека-паука Возвращение домой. Тут, может быть, абсолютно то же самое, нас могут вводить в заблуждение, и как бы на это особо не надо брать какой-то большой акцент. Мне очень сильно понравился еще и трейлер, да, он тоже такой драйвовый, ну как драйвовый, он просто классный, наверное, с какой-то стороны, но мне очень сильно понравилось. Также хотел еще кое-что заметить на похоронах именно Железного Человека. Мы могли заметить мальчика из третьей части Лежа, Железного Человека, который помогал ему Джарвиса как бы совершенствовать костюм и все такое. И, видимо, он уже прошел вот спустя эти все пять лет, это мальчик подрос и он будет неким новым Железным Человеком, но вообще, что бы я бы хотел бы сказать, что, например, в трейлере Человека-паука вдали от дома как бы говорится, что Человек-паук станет новым Железным Человеком, так что немножечко непонятно с этим. И что хочу сказать, что сцены после титров не было и это реально было очень сильно обидно, хотя я хотел какой-то намек или на новых Смсителей, вот, например, как бы было какой-нибудь бланку Фьюри, что он, новый набор Мстителей или что-то еще, но я думаю, что пока для этого рановато. Или хотя бы какой-то навек на Человека-паука вдали от дома, но этого всего не было, у нас тут была комичная отсылка на первый фильм Железного Человека. Также, что я хотел бы сказать, то, что половину еще, да, Кэп поднял Мова, это очень круто, он достоин, это очень круто. Также я бы хотел бы отметить, мне понравился образ Тора и реклама Fortnite, как бы, есть коллаборация вообще у Fortnite и у Мстителей, потому что в Fortnite тоже есть Мстители, как бы там режим такой, специальный финал и это прикольно. Ну, на этом, я думаю, свой ролик я закончу и все. Это было небольшое объяснение таймлайна и всего этого. А с вами был Катниди, всем пока и ждите ролика Человека-паука. Пока.